Свен Нуртквист Финдус переезжает Перевод со шведского Ксении Коваленко Издательство Белая Ворон Утренние лучи освещали хуторок Петсона В кронах деревьев пели и щебетали птицы Проснувшиеся ни свет ни заря шмели Жужжали над цветущими яблонями А в курятнике тихонько кудахтали куры И вдруг деревенскую идиллию Нарушил какой-то странный звук Трынь-хрязь, трынь-хрязь, трынь-хрязь Звук этот доносился из домика Петсона Нормальные люди в 4 часа утра спят Но в доме у Петсона жил кое-кто Совсем не похожий на нормальных людей А именно кот Финдус У Финдуса была своя кровать Настоящая маленькая кроватка На которой так приятно попрыгать до потолка И Финдус высоко ценил эту возможность Едва проснувшись, он начал прыгать Трынь-хрязь, трынь-хрязь, трынь-хрязь Петсон ворочался сбоку на бок, накрыв голову подушкой Ну что за жизнь? Петсон сел в кровати Финдус, ну сколько можно, сейчас же прекрати Ты помнишь, что ты мне вчера обещал? Финдус перестал прыгать и задумался Не сидеть на дымоходе? Я сейчас не об этом Вспомни, что ты пообещал мне позавчера и днем раньше Не дразнить ковар? Нет Задумался Финдус, продолжая легонько подпрыгивать на кровати Ты обещал, что не будешь прыгать на кровати в четыре часа утра Как? Уже четыре? Я думал, сейчас только половина пятого Какая разница? Все равно слишком рано, чтобы прыгать на кровати Ты меня разбудил и будешь каждое утро с тех пор, как у тебя появилась эта кровать Либо ты перестанешь прыгать, либо... Либо мы переставим ее куда-нибудь подальше отсюда Или перестану прыгать, или перееду? Или-или, подтвердил Петсон Подумав минутку, Финдус сказал Тогда я переезжаю Петсон вытаращил глаза Ты серьезно? Не можешь же ты вот так запросто взять и переехать? Конечно могу Раз мне нельзя прыгать на кровати, я переезжаю Но... неужели нельзя отложить прыжки до тех пор, пока я не проснусь? А вот нельзя Кошкам необходимо делать утреннюю гимнастику сразу после сна Иначе они становятся неповоротливыми, как старики Обо все спотыкаются и делают глупости Я понимаю, но все-таки... Не переезжать же Как тебе только такое в голову пришло? Где ты вообще собираешься жить? Ну, пока не знаю В каком-нибудь доме Петсон, а у тебя нет случайно лишнего домика? Маленького такого домика, но все-таки довольно большого С высокими потолками, но не очень огромного Вот такого мне бы как раз хватило Сказал Финдус, подпрыгнув до потолка Значит, старый туалет на холме в самый раз Что значит старый туалет? Финдус завис в воздухе Разве там можно жить? А если я начну прыгать и провалить в дыру, прямо в самую жижу? К тому же старый туалет довольно далеко отсюда Это не беда Я переставлю его поближе и приведу в порядок Петсон окончательно проснулся и весьма оживился при мысли о том, что скоро будет повод постучать молотком Посмотри, может быть, если ты заделаешь дыру После завтрака Петсон взялся за дело Старик повалил туалет на бок, водрузил его на тачку Он оказался не таким уж тяжелым, привез в сад и поставил на новое место Петсон вынул перегородку с дырой, долго что-то пилил, прибивал и переделывал Так что к вечеру домик для Финдуса был готов Наконец в новый дом можно было перенести кровать Финдус испробовал максимальную высоту прыжка Потолок оказался достаточно высоким, а дыры в полу больше не было А что, неплохо! Молодец, Петсон, здорово ты придумал! Чего уж там! Я ведь люблю поспать по утрам! Весь день Финдус провел в своем новом домике Он попрыгал на кровати, подмел полы, потом опять попрыгал Прогнал паука, попрыгал еще немножко Пришли куры, которые тоже хотели попрыгать, но Финдус им не разрешил Ему так нравилось в новом домике, что он совсем позабыл про Петсона Вечером старик постучал в дверь Выходи, пора ужинать Финдус был как никогда весел Оно Продолжение следует...